Периодически всплывает тема машины священников, то прихожане начнут жаловаться, смущаться о том, что их священник ездит на дорогой машине, то интернет-пользователи периодически раскапывают в интернете какую-то черную фотографию Папана Мерси и так далее. Но что касается духовной составляющей, у апостола Павла есть такие слова «Все мне позволительно, но не все мне полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». В первой части этого правила говорится о том, что это призыв к умеренности, призыв к тому, чтобы христиане избегали всяких излишеств, ну в частности. Во второй части говорится о том, что, ну скажем, если к вещи относиться просто как вещи, там скажем, к машине, как к средству передвижения, к часам, как к средству, при помощи которого контролируется время и только, в этом случае человек, ну в общем-то, не вредит. Он может даже не поинтересоваться, сколько стоит та или иная вещь, если, скажем, он получил ее в качестве подарка. Здесь стоит напомнить, например, что святой праведный Иоанн Кронштадтский, вот он носил ей дорогие одежды, однажды ему даже подарили пароход, и он на нем плавал. Далее, что касается непосредственно машин. Очень хорошо, если бы все бригады скорой медицинской помощи были обеспечены дорогими машинами. Ну в том смысле, дорогие, что чем, ну как правило, чем дороже машина, тем, конечно же, она надежнее, проходимее. Вот, и уж совсем бы не хотелось, чтобы врачи добирались до нас пешком, там, на санях, на лених и так далее. То же самое со священником. Вот я помню, заказывали мне как-то требу осветить дом, точнее, квартиру и галерею, в которой сейчас находимся. Хорошо, что у священника была машина. Вот сам я безлошадный, но просто, знаете, как-то по-байму съездить, так бы я, может быть, ее купил бы. Все по-быстрому объехали, осветили. Представьте в сельской местности, а тем более, когда нужно как можно скорее подоспеть к умирающему человеку, да, исповедовать его, причастить. Это очень важно. И так машина у священника быть должна. Ну, во всяком случае, желательно. При этом, ну, я особо не разбираюсь в автомобильной технике, но думаю, что в пределах миллиона, наверное, можно приобрести машину, которая, ну, будет отвечать всем очень необходимым требованиям. То есть она будет достаточно надежная, достаточно быстрая. Если сверх того, ну, наверное, действительно, это излишество. Это действительно, наверное, излишество уже, но здесь нужно тоже иметь в виду некоторые моменты. Ну, во-первых, вот, например, я как-то, меня подвозил мой знакомый священник, я сел к нему в машину, ну, так как-то посмотрел, смотрел, машина-то не дешевая. Я не то, чтобы его осудил, но, тем не менее, вот он заметил это, видимо, и говорит, да и машина не моя. Мне дал архиерей покататься, ну, в смысле, для служебных нужд. Ну, он, во-первых, был настоятелем, во-вторых, у него там были и в епархии какие-то послушания. То есть человек много ездит по городу. Причем я знаю, что у него даже, собственно, жилья-то не было, у этого священника, хотя и семья большая у него была. Ну, и сейчас есть. Вот. Получается, что у священника вот и жилья даже всего нет, и машины нет. Оказывается, что он ездит на собственной дорогой машине. Ну, наверное, я не знаю, наверное, нужно просто таким священникам на капотах что-то писать, как вот пишут там ППС, ДПС, а здесь вот там не моя, а подарена, там, или еще что-то. Причем, надо сказать, что значительная часть священников, особенно в глубинке, они ведь там живут очень скудно достаточно. Я лично тоже бывал в таких семьях, достаточно скудно живут. Так что, даже если какие-то излиши, они, конечно же, есть, не стоит отрицать, то на этих примерах все-таки, на мой взгляд, не стоит судить целому церкви. Второй момент. Дело в том, что священникам очень много дарят, поскольку я знаю, в том числе и машины. Ну, в частности, вот небезызвестный отец Дмитрий Смирнов говорил, что за всю свою жизнь он не купил ни одной машины. Все машины, которые у него были, они все были подарены. И вот здесь возникает вопрос, а как поступить, если подарили очень дорогую машину? Ну, одно дело, когда подарили, как, допустим, того же, у меня на Кроштадце подавали деньги, а уж ты там, батюшка, сам, как хочешь, там, им распорядись. Ну, здесь, да, здесь, конечно, есть некоторые варианты. Конечно же, нужно там либо на нужды храма, либо раздать нищим, еще что-то. Хотя, конечно, если семья священника, как он находится в бедственном положении, то, конечно, и себе тоже взять. Ничего в этом страшного я не вижу. Ну, а если дарят совершенно конкретный подарок совершенно конкретному человеку? Ну, это я, на мой взгляд, вот так вот взять просто и потом ее продать и раздать. Это, на мой взгляд, все-таки не очень честно по отношению к дарящему. Все-таки он дарил непосредственно тебе совершенно конкретную вещь. Вот. И здесь, конечно же, и мирянам нужно просто включать в голову. И, ну, не дарить просто священникам дорогих подарков. И слишком дорогих подарков. Ну, вот, во-первых, мы таким образом развращаем самих священников. Это первое. Во-вторых, мы просто даем повод для смущения прихожанам того же храма, которые вот на какую-то там лепту свою вносят в церковную копилку, а потом вот коситься на священника, у которого откуда ни возьмись возник дорогой Мерседес. Избитая тема с машины патриарха. Ну, во-первых, на мой взгляд, действительно, есть ряд объектов собственности в Русско-Православной Церкви, которые, ну, честно говоря, и меня приводят некоторые недоумения. Я, честно говоря, не пойму, зачем они строились. Сейчас уж не буду задаваться в подробности, тем больше, что я всей информацией не располагаю. Но что касается вот этого дорогой машины, по всей видимости бронированной, на которую возят святейшего патриарха, то, насколько я понимаю, ну, поскольку уж президент доверил Федеральной службе охраны, охрану патриарха, то, по всей видимости, эта машина и принадлежит ФСУ. И, соответственно, не патриарх решает, какими средствами Федеральная служба охраны будет его охранять, будет обеспечить его безопасность. Далее, да, есть пастыри, которые ведут недостойный образ жизни. Ну, конечно, такое есть, наверное. Но, по-большому счету, нам-то какая разница? Нам-то что с того. А мы сами-то видим достойный образ жизни христианина. Вот мы, как каждый, как член церкви. Ведь нужно понимать, что церковь – это же не только священники, архиереи. Вообще говоря, член церкви, ну, по крайней мере, формально, это всяк, кто крещен и не отлучен. Вот семь – это члены церкви. И каждый из нас отвечает своим духовным состоянием за состояние этой церкви, которую мы часто критикуем. Какие-то поводы не высматривать, значит, там, сочки в чужих глазах, а повод, в первую очередь, обратиться к самому себе. Хотя, конечно же, священнослужители являются авангардом церкви, и все их какие-то грехи и прегрешения, они, конечно же, видны в первую очередь и вызывают вполне законное какое-то возмущение. Все это понятно. Так же, как и, например, нарушение закона, блюстительного закона, конечно же, наиболее возмутительное. Это все понятно. Ну и последнее. Многих, именно роскошь церкви, роскошь отдельных священников, как они говорят, именно вот это обстоятельство, отталкиваясь от церкви и не дает им, ну, даже морального права, войти в храм. Ну, во-первых, следует сказать, что приходят не к священнику, а к Богу. Во-вторых, церковь – это больница, где больны все, в том числе, кстати говоря, и священники. Священники тоже спасаются. И в этой больнице главврач Иисус Христос. Вот этот главврач, он точно знает, что нам надо, а его помощники, врачи, они могут быть даже и сами не вполне здоровы, и они действительно и не здоровы. Но тем не менее, тем не менее, они в точности предоставят вам все выписанные лекарства, вы пройдете все назначенные процедуры, и все это можно там получить. И когда человек приспичит, вот, например, там, сердце прихватило, привет, я думаю, что ему как-то будет без разницы, на чем врач ездит. На Мерседесе, на Жигулях, ходит ли он пешком. Скорей, скорее, скорее побежать, скорее в больницу, скорее звонить. Я сейчас имею в виду, конечно, обычного врача. Вот здесь он понимает, когда речь заходит о теле, здесь мы понимаем. И нам уже не имеет никакого значения достаток врача и даже в аморальном области. Главное, чтобы он профессионал. Вот, пожалуй, самое главное. Но, когда речь заходит о бессмертной души, недуге которой мы рискуем унести с собой в вечность, здесь почему-то возникают какие-то вопросы. Это происходит, когда человек не видит своего духовного состояния, не видит, что духовно погибает. А в этом случае он ищет поводы и причины не ходить в храм. Но в случае так, что рядом с домом этого человека открыли бы храм, в котором священник не имеет мерседеса и даже не имеет живота, скорее всего, он в страну-то ходить не будет. Потому что неверие и безбожие никакими мерседесами, конечно же, не прикроешь. Субтитры создавал DimaTorzok